— Почему опоздали? — строго спросил профессор. — Знаете, извините, пожалуйста, прямо с работы. Срочный заказ был. Студент рослый парняга с простым хорошим лицом. Стоял в дверях аудитории, не решаясь пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые. — Берите билет. — Какой номер? — 17. — Что там? — Слово о полку Игореве — первый вопрос. Второй — хороший билет. Профессору стало немного стыдно за свою строгость. Готовьтесь. Студент склонился над бумагой и задумался. Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную жизнь прошла не одна тысяча таких вот парней. Он привык думать о них коротко, студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже отдаленно. Все разные. — Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели учеников. А сегодня мы только профессора, — подумал профессор. — Вопросов ко мне нет? — Нет, ничего. Профессор отошел к окну и закурил. Хотел додумать эту мысль о древних профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей. Вечерело. Улица жила обычной жизнью, шумела. — Проехал трамвай. На повороте с его дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей. Семафор подмигнул ими, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди, торопились. И машины торопились, и люди торопились. — Люди всегда будут торопиться, будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью, и все равно будут торопиться, куда все это устремляется. — Студент пошевелился. — Готовы? Ну, давайте. Профессор отвернулся от окна. — Слушаю. — Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги. Билет. Билет мелко дрожал. — Волнуется, — понял профессор. — Ничего, поволнуйся. — Слово о полку Игореве — это великое произведение, — начал студент. — Это шедевр. Относится к концу XII века. Автор выразил здесь чаяние. Глядя на парня, на его крепкое, строгое чеканке лицо, профессор почему-то подумал, что автор слова был юноша, совсем-совсем молодой. Князья были разобщены, и, в общем, Русь была разобщена. И когда половцы напали на Русь, студент закусил губы и нахмурился. Должно быть, сам понимал, что рассказывает неинтересно и плохо. Он слегка покраснел. — Не читал. — Профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту. — Да, не читал. — Одно предисловие дурацкое прочел. — Черти полосатые. — Вот вам ягодки заочного обучения. Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое время выступить со статьей в газете, ее не напечатали. — Сказали, что вы. — Вот вам, что вы. — Вот вам, князья разобщены. — Читали. — Посмотрел. — Как вам не стыдно? — с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать ответа. Студент побагровел от шеи до лба. — Не успел, профессор. Работа срочная. Заказ срочный. — Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек. Русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное произведение. Очень интересует. Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть здорового студента. — Вы сами пошли учиться? Студент поднял на профессора грустные глаза. — Сам, конечно. Как вы себе это представляли? — Что? — Учебу. В люди хотел выйти, да? Некоторое время они смотрели друг на друга. — Не надо, — тихонько сказал студент и опустил голову. — Что не надо? — Ну, не надо вот так. — Нет, это колоссально, — воскликнул профессор, хлопнул себя по колено и поднялся. — Это колоссально. — Хорошо, я не буду так. Меня интересует, вам стыдно или нет? — Стыдно. — Слава тебе, Господи. С минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже как будто помолодел от злости. Студент сидел неподвижно, смотрел в билет. Минута была глупая и тяжкая. — Спросите еще что-нибудь, я же готовился. — В каком веке создано слово? Профессор, когда сердился, упрямился и капризничал, как ребенок. — В двенадцатом, в конце. — Верно. — Что случилось с князем Игорем? — Князь Игорь попал в плен. — Верно. Князь Игорь попал в плен. — Правильно, — сказал профессор. — Ах, черт возьми. Профессор скрестил на груди руки и изобразил на лице великую досаду. И от того, что князь Игорь попал в плен, и от того, главным образом, что разговор об этом получился очень уж глупым. Издевательского тона у него не было. Он действительно злился и досадовал, что вовлек себя и парню в эту школьную игру. Странное дело, но он сочувствовал парню, и потому злился на него еще больше. Ах, досада какая. Как же это он попал в плен? — Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь. Студент сказал это резким, решительным тоном и встал. На профессора тон этот подействовал успокаивще. Он сел. Парень ему нравился. Давайте говорить о князе Игоре. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых. Студент остался стоять. Ставьте мне двойку. — Как чувствовал себя в плену князь Игорь? — почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости. — Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете? Студент, стоя некоторое время, непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами. — Понимаю, — сказал он. — Так, что понимаете? Я сам в плену был. — Так. То есть как в плену были? Где? — У немцев. — Вы воевали? — Да. Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор слова был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый. — Долго? Три месяца. — Ну и что? — Что? Студент смотрел на профессора, а профессор на студента. Оба были сердиты. — Садитесь. — Чего вы стоите? — сказал профессор. — Бежали из плена? — Да. Студент сел. Опять взял билет, стал смотреть в него. Ему хотелось скорее уйти. — Как бежали, расскажите. — Ночью. С этапа. — Подробнее, — приказал профессор. — Учитесь говорить, молодой человек, ведь это тоже надо. — Как бежали? — Собственно, мне не техника этого дела интересна, а психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько попасть в плен. Профессор даже поморщился. — Вы как попали-то? Ранены были? — Нет. — Помолчали. — Немножко дольше, чем требуется для беседы на такую тему. — А как же? — Попали в окружение. — Это долго рассказывать, профессор? — Скажите, пожалуйста, какой он занятой? — Да не занятой, а страшно было. — Страшно. — Да, да. Профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил. — Закуривайте тоже. — В аудитории, правда, не разрешается, но ничего. — Я не хочу. Студент улыбнулся, но тут же посерьезнел. — Деревня своя. Вспоминалась, конечно, мать, да? Вам сколько лет было? — Восемнадцать. — Вспоминалась деревня? — Я из города. — Ну, а я почему-то подумал из деревни. — Да. Замолчали. Студент все глядел в злополучный билет. Профессор поигрывал янтарным мундштуком, рассматривал студента. — О чем вы там говорили между собой? — Где? — студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость. — В плену. — Ни о чем. О чем там говорить? — Черт возьми. Это верно. Профессор заволновался. Встал, переложил мундштук из одной руки в другую, прошел все около кафедры. — Это верно. — Как вас зовут? — Николай. — Это верно, понимаете? — Что верно? Студент вежливо улыбнулся. Положил билет. Разговор принимал. Совсем странный характер. Он не знал, как себя держать. — Верно, что молчали. — О чем же говорить? — У врага молчат. Это самое мудрое. — Вам в Киеве приходилось бывать? — Нет. Там есть район, подол называется. Можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. «Всякий раз, когда я стою и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни даже, а давным-давно, понимаете?» У профессора на лице отразилось сложное чувство. Он как будто нечаянно проговорился о чем-то весьма сокровенном. И теперь, во-первых, опасался, что его не поймут. А во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он смотрел на студента с тревогой, требовательной и заискивающей. Студент пожал плечами и признался. — Как это сложно, знаете? — Ну как же? Что тут сложного? Профессор опять стал быстро ходить по аудитории. Он сердился на себя, но замолчать уже не мог. Заговорил отчетливо и громко. «Мне кажется, что я там ходил когда-то, давно, во времена Игоря. Если бы мне это казалось только теперь, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но и молодым я тоже чувствовал. Ну, повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им, собственно, требуется сейчас выяснить. — Я немного не понимаю, — осторожно заговорил студент. — При чем тут подол? — При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что вы молчали. Я в плену не был, даже никогда не воевал. Но там, над подолом, я каким-то образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену молчат не на допросах. Я мог об этом много читать, а между собой. Я многое там узнал и понял. Я, например, много думал над вопросом, как бесшумно снимать часовых. Мне думается, их надо пугать. Студент удивленно посмотрел на профессора. Да, подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например, сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста. Он в первую секунду ошалеет, тут на него и бросайся. Студент засмеялся, опустив голову. — Глупости, говорю. Профессор заглянул ему в глаза. Студент поторопился сказать. — Да нет, почему? Мне кажется, я понимаю вас. — Врет, не хочет обидеть, — понял профессор. Искиз. — Но с чего необходимым добавить еще? — Это вот почему. — Наша страна много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Долго после этого молчали, отходили. Надо было вернуться к исходному положению, к слову о полку Игореве, к тому, что это великое произведение постыдно не прочитано студентам. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса. — Один бежал? — Нет, нас семь человек было. — Наверное, думаете, вот привязался старый чудак, так? — Да что вы, я совсем так не думаю, — студент покраснел, как если бы он именно так и подумал. — Правда, профессор, мне очень интересно. Сердце старого профессора дрогнуло. — Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. Слово надо, конечно, прочитать. И не раз. Я вам подарю книжку, у меня как раз есть с собой. Профессор достал из портфеля экземпляр слова о полку Игореве, подумал, посмотрел на студента и улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги. Подал студенту. — Не читайте сейчас, дома прочтете. Вы заметили, я суетился, как неловкий жених. Голос у профессора и выражения лица были грустными. После этого бывает тяжело. Студент не нашелся, что на это сказать, неопределенно пожал плечами. — Вы все семеро дошли живыми? — Все. — Пишите сейчас друг другу? — Нет, как-то знаете. — Ну, конечно, знаю, конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. — А вы еще слова не хотите читать. Да ведь это самая русская и самая изумительная русская песня. Кому не ржуть за сулою, звонить слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоять стязи в путивле. А? Профессор поднял кверху палец, как бы слушаясь в последний, растаявший звук чудной песни. — Давайте зачетку. Он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту, сухо сказал «до свидания». Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб, некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке, боялся посмотреть в нее. Боялся, что там стоит хорошо или что еще хуже отлично. Ему было стыдно. Хоть бы удовлетворительно, и то хватит, думал он. Студент оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку, некоторое время тупо смотрел в нее, потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло плохо. На улице он вспомнил про книгу, раскрыл и прочитал «Учись, солдат, это тоже нелегкое дело», профессор Григорьев. Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел профессора. Профессор действительно стоял у окна, смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал.